Доброе утро, дорогие братья и сестры! Доброе или не доброе? Доброе! Я очень рад вас приветствовать, рад тому, что мы можем вместе собираться, вместе изучать Слово Божье, вместе слушать то, что Господь сегодня желает сказать каждому из нас. Вчера вечером мы с Евой ехали на служение, она мне задала такой вопрос. Говорит, пап, а почему сегодня Бог с нами не говорит? В смысле не говорит? Ну вот раньше мы читаем Библию, Бог обращался к народу и говорил, ну, она не сказала этого слова, но во всеуслышание, почему сегодня Бог не говорит с нами? Как вы думаете, Бог сегодня с нами говорит или не говорит? Я думаю, вопрос не в том, говорит ли Бог сегодня с нами, вопрос в том, говорим ли мы с Богом, готовы ли мы слушать и слышать то, что Господь сегодня желает сказать нам. И поэтому каждый раз для меня, когда я иду на богослужение, это для меня возможность послушать, что Господь сегодня скажет нам из Слова Своего. Аминь. Поэтому я верю, что мы будем настраиваться на то, чтобы слушать, что сегодня Господь желает сказать мне лично из Своего Слова. Сегодняшняя наша тема, вы видите ее название на экране, «Я есмь дверь». Вы скажете, что это такое, о чем это вообще речь идет? Мы с вами продолжаем исследовать всем из речений Иисуса Христа, который он начинает со слов «Я есмь». И это сегодня наша четвертая тема. Первую тему мы рассматривали вообще, что это за слово такое странное, вот это вот «есмь», откуда оно вообще произошло, откуда оно взялось. Кто из вас помнит, из какой истории, где мы впервые встречаем вот это словосочетание «Я есмь»? Я не буду дальше вам подсказывать, что там в синодальном переводе написано. Подскажу. «Я есмь», сущие там написано. Где мы это находим? Мы это находим в книге «Исход», когда Бог явился Моисею из горящего куста. Помните или нет эту историю? И когда Моисей спрашивает, «Ну хорошо, я пойду к народу, а что мне сказать? Кто меня послал?» И тогда Господь ему говорит, «Скажи так, народу, что сущий послал тебя». Что означает вот это «сущий» или «Я есмь тот, кто есть». Именно так вот дословно переводится то, как Господь представился. На еврейском языке это так званый тетраграмматон, в греческом языке используются такие два слова «эго» и «эйми». Опять же, дословно их можно перевести как «я есть», «я есть». Что Господь пытался сказать этими словами Моисея? Первое, на что мы с вами обратили внимание, это то, что Господь говорит, что «я не меняюсь», «я есть тот, кто я есть», «я не изменен». И те обещания, то, что я обещал народу, то я и исполню. И всякий раз, когда мы видим вот это «я есть», и Христос представляет себя, говорит «я есть хлеб, сшедший с небес», или «я есть свет миру», или «я есть дверь», это не просто «я есть». И в русском языке это так очень символически подмечено, чтобы мы понимали, это не просто «я есть», это нечто большее. В английском языке, кто из вас читает Библию на английском, там хоть и написано «I am», но вот это «м» и «эй» и «эм» в эти две буквы, они написаны с большой буквы, для того, чтобы мы понимали, что это не необычное «я есть», необычное «я есть», в русском «я есть». Это означает «тот, кто был», «тот, кто есть», «тот, кто будет». Это означает «вечный». В русском языке у нас нет такого, у нас есть прошедшее время, у нас есть настоящее время, у нас есть будущее время. У нас нет времени, которое бы охватывало все. Если я сказал «я был», то это относится к какому времени? К прошедшему. Если «я есть», то это относится к какому времени? Ну, к настоящему. Или «я буду», это относится к будущему времени. У нас нет такого, ну, у нас нет такого времени в нашем языке, которое бы охватывало все, и прошедшее, и настоящее, и будущее. И в английском такого нет. Но вот здесь как раз Господь указывает этим «я есть», Он указывает на тот, кто был, кто есть, и кто был. Он вечен, Он неизменен, Он непостижим, нам невозможно полностью понять Его, разложить по каким-то наполочке, невозможно. Но мы можем поверить, что Он Господь, Он не меняется, Он верен Своему Слову, и то, что Он обещал, Он исполнит. Вторая наша тема, мы говорили, читали слова Иисуса Христа, где Христос говорит «я есть им хлеб». Какой? Хлеб жизни. Что означают эти слова? Мы рассматривали контекст этой истории, когда Христос это сказал. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. И Христос эти слова произносит в контексте определенных обстоятельств, определенной истории. Что это было за история? Во-первых, днем ранее, прежде чем Иисус произнесет эти слова, Он совершил чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях. Единственное чудо, которое упоминается во всех четырех Евангелиях. Что это за чудо? Оно как-то связано с хлебом. Подскажу вам. Что это за чудо? Во всех четырех Евангелиях. Как Христос накормил, насытил пять тысяч людей. Пять тысяч только мужчин, говорится. И вот на следующий день люди приходят к Иисусу и говорят, ну Моисей в пустыне, он давал людям, ну хлеб сколько? Не один раз. Это не одноразовая какая-то была акция. Он давал на протяжении всего времени. Он говорит, было бы хорошо, чтобы, ну как-то не заканчивать на том, что было вчера, чтобы и сегодня. И вот в этом контексте Христос говорит, не Моисей дал вам хлеб, но Бог дает истинный хлеб. И в этом контексте он говорит, я есть хлеб живой. Другими словами, хлеб, который дает жизнь. Мы говорили с вами о том, что на хлеб можно смотреть, о хлебе можно знать все, можно даже иметь хлеб вокруг себя. Но когда хлеб принесет нам пользу лично? Когда мы сможем сказать, фух, теперь я уже сыт? Когда мы сможем это сказать? Только тогда, когда мы берем хлеб и вкушаем его. Только тогда, когда он попадает, этот хлеб, в наш организм, распадается на какие-то маленькие частицы, наполняет нас изнутри, только тогда хлеб нам дает жизнь и сил. И точно так же со Христом. Мы можем все о нем знать, мы можем читать, мы можем говорить о нем, но если нету Христа в нашей жизни, если он не наполняет мою сущность, мою жизнь, каждую клеточку моего организма, то это приносит мне никакой пользы. Только тогда, когда Христос наполняет нас изнутри, только тогда он для нас становится жизнью. В прошлый раз мы с вами также изучали слова Христа, где Христос говорит, я есим свет миру. В русском синодальном переводе нет этого есим, но в греческом те же самые слова. Христос говорит, я есим свет миру. Эти слова Христос произнес дважды, в двух историях. Один раз в Евангелии от Иоанна 8 главе, один раз в Евангелии от Иоанна 9 главе. И в двух этих главах, в двух этих историях происходит нечто особенное. В 9 главе там был человек от рождения какой? Слепой, ничего не видел. И Христос перед тем, как исцелить его, говорит, да коли я в мире, я свет миру. И когда Христос исцеляет этого человека, человек в буквальном смысле со слепого становится зрячим. Но не только в буквальном смысле, но и в духовном смысле. Этот человек, в Евангелии от Иоанна 9 главе, он признает Иисуса Господом и Спасителем. И он становится зрячим не только физически, но и духовно. Первый раз слова «я есть свет» Христос произносит в 8 главе Евангелия от Иоанна. Там описывается история в контексте о женщине, взятой в прелюбодеянии. И вот после того, как Иисус, я бы сказал, исцелил эту женщину, не просто простил ее, но дал ей возможность, дал ей силы жить новой жизнью, Христос после этого в 13 стихе говорит «я есть свет мира». Еще интересная история 8 главы заключается в том, что иудеи как раз в это время праздновали праздник пущий. Они вспоминали, как Господь выводил нас из египетского рабства, как мы жили в шатрах. И частью этого праздника, это уже было привнесено немножечко позже, иудеи имели такой обычай или ритуал, было два больших светильника, которые они зажигали при храме в Иерусалиме. Эти светильники были символом того, как помните, как Бог вел нас в пустыне, когда был облачный столб и огненный столб ночью. Они вспоминали об этом. И вот в этом контексте Христос говорит «я есть свет мира». Сегодня у нас новая тема, тема, которая, честно сказать, когда я так планировал в своем уме готовиться к такой вот серии проповедей, я думаю, о чем тут можно говорить? «Я есть дверь». Но если свет, без света, но нам совсем плохо. Если хлеб, но без слева, нам вообще никуда. Ты не проживешь без еды. Ну так при чем здесь дверь? Что Христос хотел сказать вот этими словами «я есть дверь»? Христос желает нам нечто особенное, нечто, ну, нечто такое специальное донестись, желает нам что-то открыть, сравнить себя с чем-то, чтобы мы могли лучше понять его природу, его миссию, его сущность. И тут «на» тебе говорит «я есть дверь». К чему это? Хорошая новость заключается в том, что и ученики не сразу поняли, к чему это. Но когда мы изучаем Священное Писание, когда мы молимся, чтобы Господь повел нас в изучении Писания, я верю, Господь откроет нам новые двери для нашего понимания. Давайте мы обратимся к Господу в молитве, чтобы Он открыл двери нашего разума, чтобы Дух Святой мог войти, и мы могли бы лучше понять, что же Христос хотел этими словами сказать нам сегодня. Господь наш и Бог, мы осознаем одну вещь, что без Тебя не можем ничего. Поэтому просим, когда мы будем изучать Твое Слово, мы желаем открыть двери нашего сердца, двери нашего разума, чтобы Ты вошел, чтобы Ты говорил каждому из нас лично. Господь, наша надежда и наше упование на Тебя. Мы надеемся, что Ты поведешь нас, и Ты будешь нашим Учителем. Во имя Иисуса. Аминь. Эта история произошла 8 марта 2001 года. Я это очень хорошо запомнил. Ну, и эту дату, ну, как бы легко запомнить, вы понимаете. 8 марта 2001 года. Я учился тогда в 10 классе в школе. Конечно же, 8 марта никто в школе не учится. 7 марта нужно успеть поздравить всех учительниц. Не просто учителей, а всех учительниц. Ну, и, конечно же, всех девочек в классе нужно поздравить. Ну, и мы с ребятами собрались. Мы думали, мы собирали деньги. Сколько мы будем собирать? Сколько у нас девочек? Что мы будем покупать? Какие подарки? Мы закупили все подарки. Что мы подарим учителям? Мы разбились на такие бригады. Кто пойдет, какого учителя поздравит? Учителей мы поздравили. Ну, а девчонок... Мы хотели вначале поздравить, перед уроками. Но там несколько девчонок еще не пришло. Ну, как-то некрасиво будет, что одних мы уже поздравили, других... Ну, давайте мы потом уже после уроков. Вот. Ну, проходит первый урок, второй урок, третий урок. Девчонки на нас смотрят. Ну, что вы, поздравлять сегодня будете или не будете? Мы говорим, все, спокойно, ситуация под контролем. Все нормально. Просто дождитесь. Пятый урок, шестой, последний урок у нас должен быть урок физики. Ну, вот заходит наш учитель физики и говорит, что так и так. Мы там с учителями в учительской тоже собираемся, поэтому давайте согласимся так. Я сейчас вам включаю фильм по физике, и вы его тихонько смотрите. Вот одно условие. Вы должны быть тихонько. Вы согласны? Ну, что мы скажем? Конечно, мы согласны. Урока не будет. Тут стук в дверь. Заходит наш учитель истории и говорит, так и так. У нас тут в соседнем классе урок истории, но он тоже учитель. Ему тоже нужно поздравлять коллег, женщин. Вот. Он говорит, я вот тоже 10-й Б, я в 10-м А, 10-й Б. Они с вами сядут и вместе будете смотреть фильм по физике. Только тихонько. Ну, ладно, мы смотрим фильм, заканчивается урок, но теперь в нашем классе, теперь не только наши девчонки, но и девчонки с другого класса. Ну, когда оно будет нелепо, если мы встанем и начнем поздравлять, вот на тебе подарок, а тебе не на, потому что ты из другого класса, мы тебе не дадим. И все закончилось, и девчонки разошлись по домам, обиженные. Как это? 8 марта, ну тогда еще было 7, а ребята нас не поздравят. Мы собираемся ребятами все вместе, что делать? Надо как-то выруливать из этой ситуации. Ну, и тут у кого-то приходит идея, давайте мы, что 7-го поздравлять? Мы 8 марта пойдем и каждой домой постучим в дверь и поздравим, вручим подарок. Ну, вот такая идея у нас была. Мы собрались с ребятами, ну и есть у нас список наших одноклассниц, и мы пошли. Поздравляли одну, вторую, третью, потом к нам присоединились еще несколько ребят, потом еще несколько ребят. И вот мы пошли, я помню, так одноклассницы лили, поздравили, ей было очень приятно, нас было 6 человек. И потом мы идем к Насте, идем мы к Насте, заходим, а Настя жила на восьмом этаже. Вот, а нас уже собралось 8 ребят. Ну, и теперь как бы вопрос, вот сейчас на лифте будем подниматься на восьмой этаж, кто пойдет пешком? Как вы думаете, кто хочет идти пешком на восьмой этаж? Когда нужно было на третий этаж, на четвертый? Ну, на восьмой никто не хочет идти, а нас 8 ребят. Как вы думаете, что мы сделали? Ну, кто же будет на лифте два раза ездить? А вы помните, какие советские лифты по размеру? Я даже вчера специально в гугле посмотрел, какие официально размеры. 93 на 107 сантиметра. Это, ну вот, расстояние, ну вот, наверное, как вот, даже два стула, это уже слишком широк. Лифт рассчитан на четырех человек. А нас сколько? А нас 8 ребят. Кто пойдет пешком? Никто не хочет идти пешком. Я помню, как я последний захожу в лифт, и для того, чтобы мне зайти, мне нужно всех еще больше запихнуть. Я заталкиваю, но я так не могу, так никто на кнопку не может нажать. Я тогда заталкиваю всех спиной, чтобы я мог нажать на кнопку. Заталкиваю все, выдохли все вместе. Залезли в лифт, я нажимаю на кнопку. И тут лифт делает такое движение вверх. И мы встали. И нас 8 человек. И я помню, как я пробую даже голову повернуть, ну, сложновато. Ты голову-то моешь, повернуть тело. Невозможно. 8 человек у нас в этом маленьком лифте. Я пробую нажимать на все кнопки. Я пробую делать то, я пробую делать то. Мы застряли. Что делать? Если бы это, ну, были молодые ребята, там, двое, трое нас в лифте. Его можно там, я не знаю, хоть разнести на куски. Но нас-то, но нас 8 человек, мы стоим вот так, и не пошевелиться в этом лифте. И что делать? Я не буду говорить, как я конкретно это сказал, но суть была в том, что, ребята, воздуха у нас мало. Это первое, на что я обратил внимание. Я проверил, или я могу хотя бы чуть-чуть раздвинуть створки лифта. Но там сверху есть такие решеточки, через которые воздух попадает. Воздух не проблема. Но я очень хотел, как и все мои одноклассники, чтобы двери этого лифта открылись. Я понимал, что сегодня 8 марта. Сегодня мало кто работает. И, скорее всего, вот эта служба, она и так не всегда отличалась. Особой проворности и старательности. Что сегодня они будут либо пьяные, и никто не сможет сесть за руль. Либо еще сколько нам предстоит сидеть в этом лифте. Был вопрос, на который ни у кого из нас не было ответа. Сегодняшняя наша тема. Христос говорит, я есмь. Что? Я есмь дверь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 стих. И так опять Иисус сказал им. Истина, истина, говорю вам. Христос подчеркнет, говорит, это правда. Это про то, что я вам сейчас скажу, это правда. Это истина. Послушайте внимательно. Что же он такого нам хочет сказать, во что мы даже поверить не сможем. Что ему нужно, ну как бы наперед нас готовить. Говорит, истина, истина, говорю вам. Что я, кто? Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. И дальше Христос опять говорит в 9 стихе. Я есмь. Кто? Дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пашить найдет. Что Христос пытается нам сказать вот этими словами? Я есмь. Дверь. Немножечко позже в этой главе мы в следующий раз будем исследовать эти стихи. Христос говорит, я есмь пастырь. Ну пастырь, ну тут хоть понятно. А дверь? Причем здесь дверь? К чему это? Что Христос пытается нам сказать? Нам важно понимать контекст, в котором Христос к нам обращается. Здесь в Евангелии Теана 10 главе. Я пригласил бы, чтобы вы открыли Библию, и мы будем читать с 1 по 7 стихи. Мы прочитали с 7 по 9, но нам важно понимать еще и контекст, что происходило как бы до этого. Я читаю Евангелие Теана 10 глава с 1 стиха. Христос говорит, опять же, слушайте внимательно. Истинно, истинно говорю вам, «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Эти слова Христос говорит в контексте первого столетия, в контексте людей, которые знали, что такое пасти овец, которые понимали, что такое овцы, которые понимали, что такое загон, куда загоняют этих овец. Интересно, что в древние времена существовало два вида или два типа вот таких вот ограждений или загонов для овец. Первый, их можно было бы назвать такими общественными загонами, то есть загон, которым мог пользоваться кто-либо из пастухов. Если это сравнительно большой город или большое селение, и у нас есть несколько пастухов с несколькими стадами овец, то разрешалось, чтобы пастух заводил своих овец в этот общий загон, и потом, когда приходил пастух рано утром, то человек ему отворял двери, и он звал, видите, здесь в третьем стихе написано, «И предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец». Вот нечто особенное есть в овцах, как то, что они знают своего пастуха, они знают его голос и за ним пойдут. И поэтому абсолютно безопасно было смешивать несколько стад воедино, а на следующий день пастух своих позовет, и его овцы выйдут. Не знаю, как вы, но я бы очень скептически был настроен, если бы мне поручили пасти овец, поручили бы там 20 или 30 овец, и сказали, ну ладно, смешай, а потом разберемся. Очень сложно было бы мне пойти на этот шаг, если бы я был пастухом. Но овцы знали голос своего пастуха. Это был первый вид загона, когда он такой был, скажем так, общественный, когда любой пастух мог привезти, могло быть 5, 6, 7 стадо овец разных, от разных пастухов. Но когда пастух позовет своих овец, и он, говорится, он знает своих овец как? Он знает их по имени. Я помню, как мне когда-то приходилось вместе со своим другом пасти только не овец, а коров. Меня удивляло, как его отец знает всех коров по имени. Это были чужие коровы, его одна из коров была, но каждый месяц ему приходилось пасти, называли очередь. Приходила твоя очередь, твое время пасти, он знал всех по имени. Мне было очень удивительно. Христос говорит, что я знаю своих овец по имени. И когда выведет своих овец, идет перед ними. А овцы за ним идут, потому что знает голос его. То есть смотрите, какая картина. Есть общий загон. В этом загоне есть много овец, но пастух зовет чьих овец? Своих. И он знает своих овец по имени. И когда он их выводит, они идут за ним, а он идет впереди. В этом принципиальное отличие между тем, как пастут коров и как пастут овец. Коров их нужно сзади подгонять и как-то... Ведь овец не нужно. Они сами идут, они знают голос своего пастуха. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Какой урок мы можем извлечь для себя? Смотрите, мы начинали с того, что а почему Бог сегодня не говорит к нам? Библия говорит, Христос говорит, мои овцы не знают Мой голос. За чужим они не пойдут. Мои голоса не знают и следуют за ним. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Поняли ли ученики, о чем речь, или не поняли? Мы видим, сам Иоанн признает, что мы не поняли. И вот мы читаем дальше 7, 8, 9 стих. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. И 9 стих, я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Христос говорит вот эти какие-то такие странные слова. Я есмь дверь. Давайте мы вернемся назад к нашему загону. Для чего вообще существовал вот этот загон? Для чего вообще нужно было это ограждение? Для чего туда овец помещали? Во-первых, для защиты. То есть ночью может кто-то или что-то из хищников напасть на овец. Поэтому для защиты необходимо было построить вот такой загон. Там были и двери. Эти двери на ночь, как правило, что? Они закрывались. Казалось бы, если бы не было дверей, тогда и не сможет хищник сюда попасть. Но если бы не было дверей, тогда и мы никогда не были бы на свободе. Посмотрите, какую важную роль играет дверь. Она когда нужно запускает, кого нужно, а потом она закрывается и служит для нас защитой. Когда я был маленький, я удивлялся, зачем лифту двое дверей? Вы обращали внимание, что когда заходите в лифт, так если посмотреть сбоку, а у лифта двое дверей. Когда я был маленький, я не понимал, зачем две пары дверей? Зачем? Они нужны для защиты. Для того, чтобы человек, который пришел вызывать лифт, лифта еще здесь нет, бы туда не провалился. А человек, который в лифте внутри, ну, чтобы с ним тоже было все хорошо, тоже нужны двери. Христос говорит, я есть им дверь. Христос для нас выступает в хорошем смысле ограждением и защитой. И Христос открывает для нас путь к свободе. Он одновременно и защищает нас, и освобождает нас. Я есть им дверь, говорит Христос, кто войдет мною, тот что с ним произойдет? Тот спасется и войдет, и выйдет, и пажик найдет. Этот человек, он свободен, он может зайти, он может выйти, он свободный человек. И он вместе с тем и спасенный человек. Сегодня мир предлагает нам свободу, но эта свобода ведет не к жизни, а к смерти. Смотрите, что Христос говорит в следующем стихе. Он говорит, вор приходит только для того, чтобы что сделать? украсть, убить. Друзья, вы не умеете читать? Давайте все вместе прочитаем этот стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, говорит Христос, для того, чтобы имели что? Жизнь и имели как? С избытком. Смотрите, что Христос предлагал. Он говорит, я изм дверь. Дверь, она защищает нас, и она в то же время дает нам свободу. Любые двери, в любом помещении, как-то рассказывают историю о человеке, который пришел к своему другу, говорит, друг у него спрашивает, как у тебя дела? Он говорит, слушай, хорошо, я тут, я тут такое изобрел, я создал такой мех, я создал такую штуку, которая позволяет сквозь стену проходить. Серьезно? Да, говорит, хочу запатентировать это изобретение, ну просто аналогов нету, можно прям вот стена, а ты сквозь стену проходишь. Говорит, ничего себе, и как ты планируешь назвать? Хочу назвать дверью. Если подумать, это то, что дверь разрешает нам сделать, она нам разрешает пройти сквозь стену. Для нас, как людей, попасть на небо невозможно. Мы не можем этого сделать. Мы бьемся головой об стену, это нам не под силу. Но Христос говорит, я есть кто? Я есть дверь. И кто мною войдет, тот спасется, и пажик найдет, и войдет, и выйдет, и пажик найдет. И далее Христос говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Сатана сегодня предлагает нам огромнейший выбор. Сатана сегодня нам предлагает разные двери. Сатана сегодня предлагает нам свободу, предлагает счастье, предлагает радость. Буквально на этой неделе я проходил через одни двери. Мы живем не так далеко от тюрьмы и не так далеко от казино. И каждый день, когда мы едем с Евой в школу, мы проезжаем мимо казино. Огни горят очень красиво, очень привлекательно. Там что-то написано и для детей что-то есть. Я смотрю, как Еве, оно привлекает внимание любого человека, ребенка тем более. И она мне задала вопрос, пап, а что такое, что это такое? Я говорю, казино. А что такое казино? И вот как объяснить человеку, что такое казино? Тем более, когда человеку 7 лет. Я объясняю, что там происходит, что там люди делают, как люди там проигрывают. Чисто по математике ты не можешь выиграть. В общем, ты только будешь проигрывать. Она все равно, я вижу, у нее какое-то происходит, но оно же так красиво, оно же так привлекательно. потом она мне говорит, ты знаешь, пап, мы ехали с мамой, мама мне сказала, что это то, где живет сатана. Я говорю, это правда тебе мама сказала, знаешь, почему там сатана живет? И вот я пригласил, поверите вы мне или нет, но я сказал, доченька, я хочу, чтобы мы с тобой вместе туда зашли и посмотрели, что там происходит. Я хотел, чтобы она увидела, как люди просто добровольно отдают себя в рабство, в рабство никому иному, как сатане. Еще до того, как мы туда зашли, я обратил внимание на то, что парковка была забита. Выходят люди и идут. У людей такое приподнятое настроение, они идут в казино, и я обратил внимание и говорю, Ев, а посмотри, что у них в руках, чего у нас нету. Как вы думаете, что у них было в руках, чего у нас в руках не было. Если это были мужчины, у них были кошельки, если это были женщины, то у них были сумочки, но сумочки такие, которые не просто на плечо, а она вот так вот под руку и несет, и несет туда. Я вам не задал вопрос, пап, а сколько в казино зарабатывают денег? Ну, вот, само казино сколько зарабатывает денег? Сколько люди там тратят? В этом казино Верой Хайтс за день они зарабатывают 397 тысяч долларов. За один день. 397 тысяч долларов за 24 часа. Казино. Не человек один тратит, казино зарабатывает 397 тысяч долларов. Когда люди выходили из казино, я не увидел ни одного, который бы был счастлив. Я увидел людей, которые просто обречены, которых не было света на лице, которые просто вот как зазомбированы сидят перед этой и тычут пальцем. И что меня больше всего удивило, когда ты заходишь или выходишь, там написана такая надпись get happy. Тебе рекламируют, что ты станешь счастливым, если ты придешь сюда. Сатана сегодня очень хорошо умеет в красивой обверточке предложить что-то, что ведет вор приходит только для того, чтобы что сделать? Чтобы украсть. Люди как будто бы не понимают, что вы не можете там выиграть. Даже если ты выиграл, ты все равно проиграл. Люди тратят там сотни тысяч долларов, люди тратят свою жизнь. Мы смотрели на тех людей, которые сидят вокруг, говорю, Ева, ты бы хотел, чтобы твой папа вот так сидел целыми днями здесь и играл, и проигрывал бы все, и жить тебе негде будет, и кушать нечего будет. Я так немножечко сгустил краски, но это просто немыслимо. Сатана сегодня настолько красиво преподносит людям то и говорит, это свобода, ты свободный, ты же уже взрослый, ты можешь делать все, что хочешь, ты можешь заработать так много денег, но на самом деле вор приходит только для того, чтобы что сделать? Украсть, убить и погубить. Оно может быть завернуто в разные обложки, оно может по-разному называться, это может быть зену, это может быть алкоголь, это может быть отношения, это может быть даже работа, которую сатана нам предлагает, которая нас уводит от Бога. Его цель это одна украсть, убить и погубить, другой цели нету, разные обложки, разные варианты, разные предложения, но цель в конце концов одна. А Христос говорит, а я пришел для того, чтобы вы имели что? Вы имели жизнь и имели с избытком. Если эта дверь иногда заперта, то это только для того, чтобы нам было хорошо. Если эта дверь для нас открывается, то это опять же для того, чтобы нам было хорошо. Сегодня, к сожалению, я вижу, как люди просто ведутся на поводу сатаны и идут за ним, думая, что мы обретаем свободу. Сегодня очень популярна свобода, очень популярна я волен выбирать, я волен делать то, что я хочу. Однажды кто-то сказал, что если свободный человек это тот, который делает то, что хочет, тогда алкоголик это самый свободный человек. Вы согласитесь с таким определением, что свободный это тот, кто делает все, что хочет. Алкоголик он как раз и делает то, что хочет. Он хочет выпить и он пьет. Можем ли мы такого человека назвать свободным? Можем ли мы человека, которого есть зависимость от наркотиков, назвать свободным? Можем или нет? Нет. Можем ли мы человеку, которого игровая зависимость назвать свободным. Нет. Нам сегодня легко говорить о казино, о наркотиках, алкоголе. Нам это как бы не присуще, это не о нас. Но можем ли мы сегодня быть рабами? Да или нет? Солом 118 и 165 стих говорится, велик мир у любящих закон твой. И нет им преткновения. Божий закон, он является для нас и оградой, и свободой одновременно. Вот как хотите это понимать, но это так и есть. Божий закон, Христос, Его учение, это то, что дает нам истинную свободу. Настоящая свобода, она может быть только и только во Христе. Если человек без Христа, он не может быть свободен, он в рабстве. И даже человек, который ходит в церковь, это еще не знает, что человек свободен. Только во Христе мы находим настоящую свободу. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 32 стих, Христос говорит, «И познайте истину, и истина сделает вас какими?» Свободными. Это хорошо известный нам стих, но помните, что ответили ему фарисеи в 33 стихе, и они говорят, «Мы семя Авраамова, не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Христос отвечал им, «Истина, истину говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Может ли человек, который не ходит в казино, не пьет, не употребляет наркотики, быть рабом? Да или нет? Да. Это рабство, оно связывает нас, окутывает нас. Христос говорит, «А я есть в мидерии». Он является тем, кто желает освободить нас и дать нам свободу. 36 стих Христос говорит, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В нашей жизни истинная свобода может быть только тогда, когда ты вместе со Христом. Если живешь без Христа, если принимаешь какие-то решения без Христа, если живешь без Него, то свободным тебе не быть. Христос – это единственная дверь на небеса. Христос – это единственный путь настоящей свободы. Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих, мы читаем следующие слова. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Другими словами, если хочешь спастись, если хочешь попасть на небеса, есть только одна дверь. И эта дверь – это кто? Это Христос. Что же еще нам Христос желает сказать вот этими словами? «Я есмь дверь». Помните, я говорил о том, что когда мы говорим об овечьем загоне, то их было два типа или два вида. Первый, я его так озаглавил, как общественный загон. Второй загон был, второй вид загонов был намного меньше. Он мог существовать где-то посреди поля, где, если вы пасли вот где-то здесь, в этой округе, вы увидели этот загон, вы можете на ночь овец загнать сюда. Как правило, это было сооружение, сделанное по кругу, из камней, чтобы туда не могли попасть никакие дикие животные, но, как правило, дверей в этом загоне не было. И как вы думаете, где ночевал пастух и где он спал, если мы говорим о таком загоне? Он садился вот прямо здесь, и он там ночевал, и там спал. Он был гарантией того, что ни одна овца не выйдет из безопасного укрытия. И он был гарантией того, что ни один хищник не зайдет в середину. Именно в этом контексте Христос говорит, я есть дверь. И для людей, которые жили в те времена, это было более понятно, чем, по крайней мере, для меня, когда Христос, ну, как будто бы сравнивает себя вот с таким дверным полотном. Христос говорит, так я и есть дверь. Смотрите, мы еще раз читаем девятый стих. Я есть дверь. И дальше он говорит, кто войдет мною, тот спасет. Как это? Войдет мною. Интересное слово используется на греческом языке, там, где кто войдет мною, там используется такой небольшой предлог диа, и от которого мы производим слово диаметр. Это корень слова диаметр. Помните, что такое диаметр? Когда у нас есть круг, а у круга есть, помните или не помните, что такое диаметр? Он соединяет две противоположные точки. И вот Христос говорит, чтобы зайти, тебе нужно пройти через меня. Чтобы выйти, тебе нужно пройти как бы через меня, мною, кто мною войдет, тот спасется. И войдет, и выйдет. Что найдет, самое интересное? Пажить найдет. Что Христос пытается сказать этими словами? Христос говорит, что когда мы принимаем какое-либо решение, когда перед нами стоит какой-то выбор, мы можем делать этот выбор вместе с Ним. мы можем заходить через Него. Он является тем, кто будет с нами. Представьте себе, если бы я шел в казино играть, я открываю дверь, а там стоит Христос. Мне было бы сложнее туда войти, чтобы играть, или легче, как вы думаете, как христианин? Я думаю, что мне было бы сложнее. Хорошо, давайте мы забудем, об этой теме. Когда я сижу перед телевизором, и я листаю телеканалы, и я хочу что-то смотреть, а рядом со мной сидит Христос, мне легче было бы выбирать, что стоит смотреть, а того, чего не стоит смотреть. Намного легче. Когда я сижу в интернете, смотрю разные сайты, разные рекламы, разные видео, разные выскакивают, и рядом со мной сидит Христос. Он является дверью, через которую весь этот трафик проходит. Интересно, что в интернете даже есть такое слово, как gate. Через вот такой-то gate эта информация проходит. Через какие-то ворота, или в русском перевели шлюз, через вот этот шлюз информация проходит. Если бы я знал, что там стоит Христос, мне было бы легче или сложнее заходить на ненужные сайты? Я думаю, было бы сложнее. Когда я сижу за телефоном, у нас есть выбор каждый день. Каждый день мы что-то выбираем. Христос говорит, кто мною войдет, тот спасется. И войдет, и выйдет. Другими словами, это будет абсолютно свободный человек. Он может входить, он может выходить, но самое главное, что он найдет? Другими словами, он найдет на самом деле то, чего искал. Проблема сегодня заключается в том, я изучаю Библию с разными людьми, общаюсь с разными людьми, я вижу, как люди хотели стать счастливыми, как люди хотели стать довольными, как люди хотели стать богатыми, как люди хотели просто иметь отношения, просто иметь семью, но они пошли не по следам Христа, не так, как Христос говорит, а так, как мир сегодня говорит, и, как правило, они стали несчастными. Христос говорит, кто мною войдет, тот спасется и пажить найдет. Что такое пажить для овечки? Это то, чего она искала, то, чего она и хотела. И очень часто сатана нам сегодня предлагает что-то, чего на самом деле, в конце концов, мы не хотим. Христос говорит, а я предлагаю жизнь, и жизнь, жизнь с избытком. Жизнь, о которой, оглядываясь назад, не будешь жалеть. Жизнь, которой потом, если что-то, будешь только гордиться, потому что ты был со Христом. Христос говорит, я есть дверь. Что это означает для меня сегодня? Сегодня мы предстоим перед многими дверями. Много выборов нам приходится делать в нашей жизни. Но каждый выбор, каждое решение, которое мы делаем, я хотел бы, чтобы мы помнили, что Христос с нами. Он является тем, кто ведет нас, заботится о нас, и кто желает для нас самого лучшего. И если Христос говорит, не входи в эту дверь, то это для чего благо, Он говорит? Но только для меня, только для меня, для моей семьи, для моего окружения, только для того, чтобы мне было хорошо. Возвращаемся к истории. Мы сидим в лифте. Прошло приблизительно столько времени, сколько сейчас идет наша проповедь. Я одно время даже потерял какую-то надежду. Сможет ли кто-то нас спасти, или нам придется все-таки ждать 9 марта. Пока 8 марта все будут праздновать. Ситуацию усугубляло еще то, что ни у кого тогда не было мобильных телефонов. И как назло, как-то не особо люди и ходят, то есть кого-то позвать. Мы стучали в дверь, мы кричали. Никто нас не слышит. И вот потом мы просто тихонечко уже сидим в лифте. Я говорю, нам нужно слушать. Если услышим какие-то шаги, кто-то по ступенькам идет, или кто-то лифт вызывает, или кто-то в подъезд заходит, нам нужно слышать, чтобы позвать на помощь. И вот я слышу, что вроде бы как в подъезде открылась дверь. Кто-то заходит. Идет, и я слышу, как поднимается по ступенькам. И мы начинаем тогда барабанить в двери, кричать, что спасите нас. И я кричу, что люди, помогите. И тут я слышу голос, и он говорит, Славик. Я слушаю внимательно и говорю, Лиля, это была одна из наших одноклассниц, которую мы уже поздравили. И она просто шла к своей подружке на 8 марта, к своей однокласснице Насте. Они вместе дружили. Я говорю, Лиля. Я говорю, я тут не один. Ну и все ребята начали ржать, смеяться. Я говорю, давай, иди быстро к Насте, вызывайте службу. Она говорит, я даже не знаю номер телефона. Там в лифте был написан номер телефона. Через какое-то время она спускается и говорит, все нормально. Они сказали, что через 20 минут будут. Думаю, ну слава Богу, 20 минут, это так уже и много. Сидим и ждем. И на самом деле они так и приехали, даже возможно чуть-чуть раньше, через минут 15. Приезжают эти, ну мы их не видим, эти люди, которые стучат в двери. Говорят, у вас там все хорошо. Мы говорим, да, давайте, открывайте нас, выпускайте нас. Ну а мужчины оказались тоже с чувством юмора. Говорят, может вы хотите там побыть еще? Говорят, нет, спасибо, нам достаточно. Он открывает эти, как-то там залазит этой проволокой, открывает эти двери. Он открывает двери, я начинаю выходить, ну и он как бы так чуть-чуть в сторонку становится. Был он и его напарник. Небольшой подъезд, выхожу я, выходит один мой товарищ, третий, четвертый, пятый. С этими двумя мужчинами нас уже здесь семь человек. Он говорит, вы что, вы что не знаете, что четыре человека, а вы там целых пять туда залезли. Но тут выходит шестой, тут выходит седьмой, тут выходит восьмой. И с этими двумя мужчинами нас уже десять человек. Я смотрю, как он сначала начал так на нас чуть-чуть ругаться, потом, как-то когда нас стало уже восемь, их двое, он как-то сразу это, подутих его тон такой недовольный. Как я рад был видеть этого человека, который открыл мне дверь, который дал мне свободу. Не только мне, но и всем моим друзьям. Как мы были рады видеть своих одноклассниц. Не потому, что мы так рады их видеть, а потому, что мы теперь свободны. Христос дает нам настоящую свободу. Никто, ничто в этом мире не даст ту свободу, которую даст Христос. Никогда, когда выбираешь Христа, не будешь о чем-либо жалеть. Сатана предлагает очень такую яркую обложку свободы. На самом деле, это рабство. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Христос сегодня говорит, а я пришел, чтобы имели жизнь и имелись избытка. Желаете ли вы сказать, Христос, будь моей дверью, будь моим пастором, будь моим светом, будь моим хлебом. Я хочу быть с тобой, я хочу быть свободным. Имейте вы желание так сказать? Давайте мы поднимемся для молитвы. Отец наш Небесный, Господь, мы благодарны Тебе за ту свободу, которую мы можем иметь во Христе. Сегодня, Господь, мы осознаем, что еще не до конца свободные люди. Потому что Ты говоришь, что всякий, кто делает грех, есть раб греха. Сегодня мы молим и просим, чтобы Ты освободил нас. Чтобы Ты открыл нам эту дверь к настоящей свободе. Мы желаем, Господь, просить Тебя, чтобы Ты наполнил Собою нашу жизнь. Ты был бы дверью к нашему спасению. Чтобы с Тобою мы были в безопасности. Господь, мы желаем Свою жизнь полностью отдать и подчинить Тебе и Твоей воле. Мы желаем, чтобы Ты каждый день говорил к нам, а мы были послушны Тебе. Мы желаем, Господь, жить жизнью, как жил Христос. Мы Твои последователи, мы Твои ученики, и мы желаем идти за Тобой. Помоги нам в этом и соверши это в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Аминь.